Здравствуйте, дорогие слушатели! На портал Библейский Зигет поступили вопросы. В каком случае отказывают разрешение молитвы после исповеди? Практика о том, что священник не возлагает и Петрохиле не читает молитву разрешительную, если он видит какой-то тяжелый грех, смертный грех, где не просто человек во время исповеди должен получить разрешительную молитву, а, как правило, есть практика получить от священника эпитемию. Священник в этом случае обсуждает с исповедующим о том, объясняет, насколько это тяжелый грех, и что этот грех не только должен просто быть исповеданным и после исповеди идти на причастие как член церкви, христианин, а тут уже возникает вопрос, что через этот грех, тяжелый смертный грех, человек отпадает от церкви. И в чем это может быть выражено? Ну, допустим, человек был в детстве крещен, но на каком-то этапе увлекся какими-то другими конфессиями. Ну, допустим, вот у меня лично был опыт, когда к нам в монастырь пришел молодой юноша, он не назвал этот грех на исповеди, и после причастия он начал бесноваться, в него вошел бес. Мы, конечно, этому были очень удивлены, потому что молодой, красивый юноша, и было понятно, что что-то произошло, духовное какое-то падение с этим человеком. Ну, потом уже он начал рассказывать, объяснять, что он был в Тибете, занимался вот этими всеми восточными учениями, и не просто там ознакомился, а выходил в астрал, принимал какие-то уже видения от потустороннего мира. И это было, конечно, естественно, нарушение той клятвы, которую он давал при крещении. И вот в этом случае, если бы он мне назвал на исповеди свое действие, то, конечно, я бы не допустил бы его до причастия, и я бы предложил ему принести какую-то эпидемию, в этом случае больше даже есть такой чин церковный, как отречение. То есть он должен отречься от тех учений, знаний, которые он получил, и как бы пройти такой процесс воцерковления. Потому что если мы не хотим причаститься телой крови Христа в церкви в осуждение, то мы должны осознавать всю глубину своего поступка, своего греха и стараться очень серьезно к этому относиться. И священник не может просто так, без разбора, всем читать молитву и допускать всех до причастия. Потому что очень могут быть серьезные духовные последствия до какого-то действительно духовно-психологического срыва и беснования, и какое-то другое психическое заболевание может произойти именно через попущение Божие. Господь может попустить для вразумления этому человеку вот такое действие для того, чтобы человек осознал. Потому что исповедь именно с покаянием и с каким-то духовным трудом очищает душу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok